Сегодня в матче 26 тура российской суперлиги по хоккею с мячом Кемеровский Кузбасс на своем ду проводил последнюю домашнюю встречу регулярного сезона И уже на первых минутах Владислав Тарасов открыл счет в игре после выхода 1 на 1 Великолепно использовав заброс от Руслана Тримаскина В дальнейшем кемеровчане владели преимуществом, но особо так на ворота соперника не нагнетали Спокойно, уверенно контролируя встречу Очень в спокойном темпе началась эта игра Ну и продолжалось как бы вот первый гол на четвертой минуте, а потом вот на 14 минуте Артем Репях великолепный сольный проход совершил Прошел по ленточке лицевой и блестяще переиграл в ближнем бою Григория Лапина Отмечаем также и голкипера этой встречи, забегая заранее, несколько сейвов он совершил Вот очередная атака Кемеровского Кузбасса завершается на подступок к штрафной Но здесь оправдан фолл игроков обороны Иркутской Байкал-Энергии, когда сбили Илью Бондина Не так часто атаковали иркутяне, но все же их атаки были опасны Вот так Руан Иссалиев выкатывался на ворота с Артемом Катаевым Но здесь голкипер Кемеровского Кузбасса проявился, а во всей красе и спас свою команду после выхода 1 на 1 Тут уже Андрей Прокопьев пытался ворваться, но на развороте не удержал равновесие Оказался на льду А Кузбасс помнил, что нужно атаковать, совершил вот такую атаку И Симон Янсон забивает свой первый мяч в этой встрече Вот так сделал он это на 22-й минуте Половина тайма позади, 3-0 комфортное преимущество И кемеровчане немного сбавили свой натиск Но атаковать продолжили, вот проход Александра Егорычева И штанга спасает ворота Байкал-Энергии В этом эпизоде удалялись хоккеисты Байкал-Энергии И к этому моменту было два удаленных на скамейке штрафников Но забивает именно хоккеисты Байкал-Энергии Вот так Паиланисимов на 28-й минуте один мяч отыгрывает 3-1, но вновь удаляются после этого эпизода хоккеисты Байкал-Энергии Вот так у нас было такое столкновение И нечаянно, совершенно не видя соперника Владислав Тарасов нанес травму Михаила Прокопьева Но все в порядке У нас Егорычев вновь сольный проход совершил И Григорий Лапин в очередной раз спасает свою команду А вот нежданный заброс на сторону кемеровчан Попытались искусственные вне игры сделать защитники кемеровского Кузбасса Не понимая того, что нападающий выбегает со своей половины И никакого вне игры быть не может Спокойно этим воспользовался Руан Иссалиев И сделал счет уже минимальным 3-2 Кузбасс по-прежнему опасно атаковал Вот так Швецов Точно в руки мяч отправляет голкиперу Здесь Симон Янсен подключил к атаке Илью Бондина Но Илья попал защитника мячом И он ушел на угловой Вновь болезнь кемеровского Кузбасса Реализация угловых продолжилась И в этой встрече А вот так Павел Плешивцев В концовке первого тайма Совершил вылазку на половину кемеровского Кузбасса И казалось, когда уже команды уйдут С минимальным преимуществом кемеровчан На перерыв Сравнял счет в игре 44-ая минута Павел Плешивцев 3-3 Ну, видимо, накачка произошла В перерыве этой встречи И на второй тайм С другим настроением вышел кемеровский Кузбасс Александр Егорычев 50-ая минута Вновь выводит свою команду вперед 4-3 Хороший проход Подключение нападающего Ну, здесь ошибка Михаила Прокопьева Егорычев вновь на острие Подключает Янсена И Симон оформляет дубль 52-ая минута 5-3 В пользу кемеровского Кузбасса Вновь казалось Все в порядке У кемеровчан Но Очередная вылазка На половину Кемеровского Кузбасса Завершается Вот таким ударом Владислава Шульги На 56-ой минуте И снова Минимальное преимущество Хозяев 5-4 Очень Хорошо Доиграл этот эпизод 18-й номер Один из лучших игроков В этой встрече Кузбасс Очень опасно атаковал Но По-прежнему Григорий Лапин Спасал ворота Своей командой Не позволяя Сопернику Увеличивать преимущество Но Баздарев Не Баздарев Если бы он не отметился В этой игре Вот такой сольный Проход совершил Александр на 59-ой минуте И 6-4 Но Более-менее Преимущество Кемеровчан Сталов Два мяча Мы отмечаем Конечно же Великолепные действия 10-го номера Здесь уже Руслан Тримаскин Рисует красоту Но Передача не точная Но Янсен Вовремя оказался В нужном месте В нужное время Оформил Хет-трик На 67-ой минуте игры 7-4 В пользу Кемеровского Кузбасса И уже казалось Что Тяжело будет Отыграться Куркутянам Но они продолжали Атаковать Вот такой Навал просто Из ударов Анисимова И Салиева И Соловьева Но Катаев Забрал мяч Очередной проход Кемеровского Кузбасса И вот Бондин Здесь с Федором Великолепно Разыграли эту атаку И Григорий Федоров На 73-й минуте Делает счет 8-4 В пользу Своей команды И после этого Игра у нас Как бы полностью Успокоилась А так Тарасова Пытались вывести Один на один Михаил Прокопьев Здесь не позволил Нападающему Кузбассу Оказаться с глазу на глаз Со своим голкипером А вот Иркутянам Удалась Атака 8-5 В 90-й минуте Поставлен Окончательный Счет в этой игре И вот так Победой завершает Кемеровский Кузбасс Свою последнюю Встречу Домашнюю И осталось Провести одну игру Новосибирский Сепсельмашем 28 февраля Субтитры создавал DimaTorzok